Евгения Малявка городской житель, но на Матыкальских хуторах бывает достаточно часто сельхозподворье в помощь семейному бюджету. Четко знает, как живется сельчанину, особенно возрастному, и понимает, что никто так не позаботится о собственной безопасности, как сам человек. Подчеркивает, что в темное время суток нужно носить фликер, ходить по определенной стороне дороги, да и вообще необходимо быть внимательным, ведь дорога ошибок не прощает солидарность с ней и другие жители хутора. Дорога должна освещаться, я касаюсь именно наших хуторов, потому что только чуть темнеет, у нас темно на улице. Если дорога не выровнена и темен на улице, как бы ты не соблюдал правила дорожного движения, то тебя больше подстерегает опасность. Но так, так как у нас нет тротуаров, это пешеходная и проезжая дорога, то каждый из нас должен идти, должен знать, по какой стороне улицы он имеет право идти, по какой нет. Но все остальное зависит от нас и водителей, наверное. Да, отвечают за безопасность дорожного движения все его участники. Искать правых и виноватых при ДТП – дело уже дорожной милиции. Но лучше предупредить ситуацию, провести беседы, поэтому достаточно часто инспекторы ГАИ выезжают в профилактические рейды, подбирая новые формы работы. Например, в этот раз, чтобы собралось как можно больше сельчан, согласовали свой приезд с прибытием автолавки. С начала осеннего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения, а именно пешеходов и велосипедистов. Поэтому госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. В осенне-зимний период темнеет достаточно рано, а потому акция. Световой день сокращается, опасность увеличивается ко времени и к месту. А фликеры, которые подарили инспекторы ГАИ, пригодятся сельчанам. Чтобы водитель меня видел, фликер должен быть. Ношу я фликер, когда иду, мотыкалы. Раз в месяц я туда хожу, коммуналку заплатить, все остальное. Это наша безопасность, да. Соблюдение правил дорожного движения, уважительное отношение друг к другу пешеходов и водителей – это незаконно, это нигде не прописано. Но, соблюдая их, есть вероятность сохранения чьей-то жизни. С начала текущего года на территории Брестской области произошло 89 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 20 человек погибли, 75 получили травмы различной степени тяжести. С участием велосипедистов зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли, 37 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения и велосипедистам, и пешеходам грозит штраф от 1 до 3 базовых величин.